Мы перегрелись уже, мне кажется, от софтбоксов, вокруг нас много света, за окном очень тускло и туманно. Меня зовут Мария Райсвих, я имидж-стилист, персональный стилист. Сегодня я в гостях у Танечки, Танечка сейчас представится. Мы будем сегодня разбирать Танин гардероб, потом будем формировать новый. Меня зовут Шиченко Татьяна, я дизайнер украшения по мотивам замков. Кроме этого, я выступаю как ювелирный стилист, работаю на подиумах с моделями, подбираю украшения под выходы, под разные образы, провожу мастер-классы по созданию украшений и в том числе по стилизации. Также девчонкам помогаю разбирать их ювелирные шкатулки, чтобы понять, что оставить, что выбросить. В принципе, то же самое, что делает Маша с одеждой, только я это делаю с украшениями. И сегодня Маша будет делать этот разбор с моим хламом. Да, ещё ты программист и мама. Да, помимо всего прочего, программист по основной специальности и мама четырёхлетнего ребёнка, поэтому у нас весело. И суд идёт, всем ставят, суд идёт. Вот это вот я покупала ещё, наверное, пару лет назад. Для меня это мега удобная и комфортная вещь, тонкая. Хотя, насколько я понимаю, не совсем актуальна из-за мелкой вязки и прилегающих рукавов. Но эта тема мне очень нравится. Здесь у меня ещё штаны. Нет, с кофтой на самом деле всё нормально. У неё единственное, что надо смотреть, как этот вырез выглядит. То есть вот такой вырез... Просто вырез лодочка не очень актуальный. А так, в общем и целом, всё остальное с ней норм. Вот, просто обычная базовая кофта. Ещё нужно смотреть, как она на тебе сидит. Вот, вопрос всегда в посадке. Мне нравится, что она свободная на мне. Она на мне реально свободная, то есть она немного длинная, это тоже мне нравится. В принципе, вот то, что плотные рукава, это тоже удобно, потому что её можно надеть под какой-то второй слой, и там ничего закатываться не будет. Вот, да. У тебя есть в плане составов какие-то предпочтения или что-то? По предпочтениям мне, конечно, хорошо, чтобы это было всё такое натуральное. Ну вот здесь 50-50. Вот, как правило, смесовые какие-то составы. Здесь 50 синтетики, 50 вискозы. Вот, как правило, какие-то смесовые составы, они меньше мнутся и ухаживать легче. Да, и учитывая то, что у меня времени на доставание всех утюгов и там расставление, вот это вот, да. Ну да, да, конечно, ухода за одеждой, конечно. То это должно быть быстрее, поэтому себе отпарыватель купила, чтобы ничего не расставлять, и он у меня под рукой лежит. Брюки, они на такой, относительно низкой посадке, вот, они длинные и широкие, ну, как бы у них прямой окрой. Я их тоже покупала довольно давно, ещё в Украине. Это чино-фасон называется, они заложены, да, книзу. Ну, можно сказать, там, морковки, бананы, кто как называет. Ну, опять же, просто брюки, если они хорошо сидят, у меня тоже никаких претензий к ним нет. Давай будем класть вот туда то, что мы посмотрели, аккуратненько, чтобы мы сильно не мяли. Я хотела разобрать свой газировый гардероб с эстилисом, в принципе, уже давно. Почему? Потому что я понимаю, что всё, что у меня, это полнейший трэш. И когда я ищу для себя одежду, я вроде понимаю, что, как бы, с одной стороны, мне это нравится, с другой стороны, это уже устарело. С третьей стороны, как бы, мне больше нужна база, чем всё вот, как бы, с принтами и так далее. Мне нужно найти весь таким образом, чтобы оно и мне нравилось, и чтобы оно было актуально. Вот, ну, и, в принципе, чтобы я понимала, какого типа, какого кроя одежду мне лучше всего подбирать для себя. Да, ну, и, соответственно, чтобы оно подходило под мой образ жизни, под мой стиль, по моему характеру. Ты в плане цветов как-то подбираешь специально или просто вот? Я не люблю цвета розовых, ну, как бы, розовых ярких оттенков, да. То есть мне нравится пыльная роза, пудра такая, ну, то есть даже больше пыльная роза. Вот, её я так иногда периодически ношу, мне нравится. Красные у меня встречаются, ну, относительно редко, в основном в летних вещах. У тебя вообще здесь всё спокойно, в общем-то. Да, ну, мои предпочтения, это вот в основном тёмно-синий, да, новый чёрный. Мой тёмно-синий, он, как бы, у меня везде и по бренду идёт, и, в принципе, в моём образе. Плюс бежевые цвета, и вот мне нравится ещё мастерд, вот это, какова там. Горчица. Да, горчица. Вот. Ну, и, в принципе, да, и белое, белое мне очень нравится. Вот тут я покупала пиджак, но я потом поняла, что это полная херня. Потому что, во-первых, он такой вот тонкий, да, тонкий. Форму не держит, да. Форму не держит. Вот здесь вот эти вот сборки на рукавах, вот, плюс кровь он приталенный. Да, здесь пиджак, с ним проблема случилась в рукавах, такой, конечно, лучше не покупать. Да, 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 это я уже поняла, я его купила, я, кстати, ни разу не носила. Ну, вот, да, плюс он не держит форму. Я его купила как-то просто как базу, но он, походу, вообще не базовый. Ну, вот эти рукава, конечно, нам всё сильно портит. Лучше купить с обычными рукавами, если их надо как-то там, короче, сделать, просто их заворачивать, вот. А с этим уже, наверное, ничего и не сделать, я думаю. Это они уже, это они уже так и попросованы. Да, да, там резинка, наверное, внутри. Ну, просто даже, я про то, что даже если перешить, то по длине их всё равно не хватит, чтобы нормально было. Я уже поняла, что это, как бы, мне нужен прямой пиджак, как я у тебя брала, манговский, да, вот вообще прямой, с совершенно прямой посадкой. Вот, поэтому вот от этого я хочу избавиться. Вот сразу куда-то откладывай в другую, да, степь. Надо просто понять, на что мне смотреть с точки зрения вообще моей фигуры, моей комплектации фигуры, да, потому что, как бы, я небольшого роста, талии нету. Прямо как машина, комплектация. Да, комплектация, комплектация. Базовая комплектация. Точно, видишь. Дополнительная. Подогрев руля. Подогрев сиденья. Фары, милые, семей. Ой, уже всё. Ты мне какой-то мотэ прям, смотри, какой хороший. Налила я уже это. Всё. Да, это аргентинского чая набралась. Да, после аргентинского чая уже всё. Кстати, привезли реально с Аргентины или из Испании, не знаю. Ну, супер. Да, так вот, что я там говорила? Что я там говорила? Ты говорила на комплектацию. Комплекцию, да. Это у меня рубашки, которые я забрала у Франа. Потому что на его папа-животе оно не сходится. Вот, поэтому теперь оно у меня. В общем, это просто простые, это прямые рубашки. Одна вот такая серая в клетку, вот такой антрацит. А вторая белая. Ну, она мужская, но она приталенная тоже. Вот она. На мне она прямая. Здесь она приталенная, но на мне она прямая и свободная. Так, это тоже Манго Слимфит. Она тоже приталенная. Она на мужчину приталенная, на мне она прямая. Угу. Ну, у меня просто нету таких широких объёмов в зоне талии. Да. Окей. И от них я иногда как второй слой. Её как верхний слой, да, по идее, если она ещё большая. О, прикольно. У меня тут, оказывается, ещё пудра какая-то непонятная. Ну, это как обычно, тональник наш верный друг. Да. Блузка. Её, в принципе, и зимой можно носить. Она совершенно простая. Ну, у неё вот, я так понимаю, вот эта лодочка. Ну, у неё, ну, вырез самый обычный. Вот мне рукава совершенно здесь не нравятся. То их можно отстегнуть. Вот. И, в принципе, с ними ничего не будет. Ну, она, честно говоря, слишком тонкая и... Для зимы. Не очень актуально. У неё вот даже, видишь, вешалка прям просвечивает. Здесь вот эта пуговка, ну, в общем, в твоём возрасте рано ещё такое носить. Так что, да, либо на лето, либо я бы сбавилась, честно говоря. Вот, да, потом будет. А потом вот такой вот. Ну, это я покупала очень, реально очень давно. Тут это прикольные длинные рукава, мне очень нравятся. Под неё я могу там чёрную майку надеть, белую майку надеть. Тебе нравится, что вот такой вырез большой ты можешь на спущенное плечо или... Да, да. Вообще, мне нравятся большие вырезы, либо же вот, ну, круглые. Ну, вообще, я вот такой я бы заменила на что-то с более плотной вязкой и, возможно, с V-образным вырезом тоже. И ты можешь под него, например, топ какой-то надевать. Даже может быть, к примеру, здесь V-образный вырез и топ, к примеру, с чёрным кружевом вот здесь. То есть, это уже будет интереснее, вот, потому что на это она не очень выглядит, вот, честно говоря. Потому что, да, я это брала очень давно. Ну, вот эти, к тому же, знаешь, вот эти швы наружу. В 2014 году. Ну, в общем, тут явно что-то не так. В Украине лет восемь назад. Ну, вот. Просто у меня, ну, как бы, чтобы было понятно, я не шапоколик. Мне проще потратить деньги на бензин, либо же на бусину и бисер, чем на одежду, да. Ну, понятно. То есть, одежда для меня, это... У меня нету такого большого желания, там, постоянно как-то так разодеться, да, либо же потратить все деньги, спустить все деньги на одежду. Вот, ну, как бы, у меня просто другие приоритеты. Ну, понятно, понятно. Сейчас уже, я уже понимаю, что тут очень много хлама. Ты, по сути, лицо своего бренда и личного бренда, поэтому, да, здесь уже другая история. Но это я оставила бы до магазина дойти, до булочной. Причем тебе не обязательно вот эти вещи, они же вытягиваются. Тебе вот удобнее хранить на вешалках, вот, трикотаж или как? Почему он у тебя на вешалке висит? Меньше места занимает. Просто он... У меня просто очень ограниченное место. Вот, видишь, что происходит? Оно вытягивается очень сильно. У меня очень сильно ограниченное место. Вот, по сути, вот эти вот два ящика, ну, и то, здесь разные шорты, которые летние, да, летние домашние. Совсем устаревшие. Когда покупали, то вообще никакого понятия не было. Ну, то есть, я вообще начала интересоваться стилем и модой только тогда, когда я заинтересовалась, как мне представлять свои украшения, да, в каких образах. И потом уже я начала изучать фасоны, актуальность, неактуальность. И потом я, конечно, естественно, увидела, что, боже мой, у меня такой хлам. Ну да, ну всё тут надо это. Бай-бай, Таня, бай-бай. Но он без пуговок, да? Да, он беспугается. Ну, в принципе, вот это уже такое, знаешь, пространство для фантазии. На такое можно придумать уже какую-то застёжку красивую и сделать это как украшение. Ну, на ощупь приятный, ну, в общем-то, выглядит он нормально, мы можем подумать, с чем нам его обыграть. Вот. Ну, на зиму, опять же, можно что-то и теплее выпарить, что-то такое поплотнее. Ну, уже все мёрзнут, у всех степень мерзлячести разная. Честно, я думала, что он будет более тёплым. Просто я его заказывала онлайн. Нет, это мы точно сразу, давай я покажу. Я буквально пару раз наделаю, но это, в общем, такое себе. Я хотела что-то такое с каким-то слоем, ну, в общем, да. Не-не, это странная вещь, да, это точно нет. Материал плохой и, в принципе, как оно выглядит. Так, это у меня прямые джинсы, просто прям совершенно прямого кроя, да, но они у меня, видишь, они с моим ламабаух. И, с одной стороны, я не могу их выбросить, потому что, блях, они дорого стоили. И продают. Да, и, в общем-то, надо их куда-то продать, возможно. Ну да, всё, убираю. Я их одевала, наверное, раз в два. Передавай в другую стопку, это то, что сфоткать, продать. У тебя их точно купят. Вот. Потом вот это я как бы одно время носила, мне хорошо живот закрывал. Это он такой вот на одно плечо, чтобы одно плечо было открыто. Чуть-чуть тебя вот прёт всё на одно плечо. У меня одно время было просто всё вот такое вот без плечей, да, то есть это более такое немножечко мешковатое. Ну, честно говоря, я даже не знаю, к какой категории нам это отнести. То есть это вроде бы как худи, да? Это больше как GES. И не как спортивное, и без, там, не знаю, без капюшона. И вот этот вот опять вырез очень сильно меня смущает. Это свитшот. Ну, это тоже такой свитшот с очень большой претензией, и, конечно, с очень большой проблемой. Вот. Я бы это, знаешь, поместила в категорию, ну, вот, прям эту зиму доносить, опять же, в булочную. И избавляться, да, потому что, ну... Ну, тогда это буду дома таскать. Да, не очень. Да, тогда это пойдёт домой. Сейчас его... Ну, вот при беременности оно мне было очень в тему, потому что никто не видел, что я беременна. Я скрывала. И только потом уже, когда оно не могло помещаться... У тебя ребёнку 4 года уже. Всё, нам надо прощаться с беременными вещами. Да, ещё, я думаю, будет фейспалм. Я уже понимаю, сейчас это будет большой фейспалм. Да я давно смотрю на этот люрикс, на эти блёстки. Да, это большой фейспалм на самом деле. Вот. Это такой привет, наверное, из прошлой жизни. Да. Ну, я думаю, объяснять не надо. Здесь у нас вот что-то поблёскивает. Вот это вот... Одевала. Волна спереди. Ты это точно никуда не... Не надо никуда вообще это надевать. Можешь продать, если оно... Давай, да. Я надевала буквально. Если в нормальном состоянии бабуленька какая-нибудь позарится. Тебе такое не надо. Это я тоже давно очень... Ну, это, знаешь, это как нижний слой можно оставить под что-то спортивное. Под какой-то вот тот же самый там худи, но на молнии, например. На спорт куда-нибудь бежать. Это я сейчас практически не ношу. Раньше носила много, а сейчас практически не ношу. Окей. Давай дальше. Вот. Это я на работу раньше носила. Так, теперь он... А, сейчас ещё вот... Джинсы. Да. Это я наконец-то себе чёрные джинсы нашла. Долго пришлось искать. Это средняя опасность. Короче, просто... Прямо и джинсы. Они не прямые, они зауженные. Ну, слегка. Слегка зауженные. Так. Ну, то есть, такие же, как у меня уточек. Они не специально на... У тебя какой рост? У меня рост 162. Это надо в отделе аппетит смотреть для невысоких, чтобы тебе нормально было. Потому что у меня подлинение всегда мне больше. Да, ну, поэтому надо вот смотреть. Есть специально отдел тол для высоких, да, кто там по метру 80. И есть отдел для невысоких. Вот. Поэтому есть смысл, чтобы джинсы... Ну, либо обрезать их, да, если они тебе здесь нормально просто не исчекануть. Ну, ты сейчас, да, ты сейчас вот джинсы свои подвернула сантиметров на 7. Вот. То есть, проще их обрезать. Да. И всё. Мне надо теперь насобирать все джинсы, которые надо подрезать. Ну, ты их просто берёшь, обрезаешь. Не обязательно их отдавать в отелье, чтобы тебе ровно подшили. Ты можешь просто их чекануть, и всё. Вот эти вот у меня высокая прям, высокая посадка. Они тоже зауженные. Вот. Они зауженные, но здесь уже нормальная длина. Угу. Ну, в общем, такие просто обычные брюки. Вообще без, да, без деталей и без всего. Окей. Вот эта футболка... Это летняя? Это... Ну, я её ношу и зимой, и летом. Она у меня под худи всегда идёт. Мне кажется, её надо уже... Понимаешь, просто я везде вижу вот футболки с вот этими дебильными рукавами. Рукавами и вот это с одной стороны, и у нас с другой стороны. Короче, она... Она не прямая. Окей. Мы с тобой обсудим ещё, почему такой принт или другой принт. То есть, пока у тебя была полоска и клетка, да, из принтов? Да, да, да. То есть, у меня это предпочтение больше по геометрии. Ну, то есть, есть буквально пару вещей там с цветочным принтом. Но их, наверное, максимум два. А потом мои любимые штаны Cargo. Ну, опять же. Они на завышен... Они должны быть завышенные. Ну, то есть, реально на выставках и посадке, но они на мне длинные. Ну, так обрезать надо. Хотя я выбирала их именно по своему росту, да. То есть, как бы здесь нормальная высокая посадка. Они должны реально высоко сидеть. Ну, опять... Нет, это надо, опять же, из отдела для вот петит смотреть. Потому что... Она тебе не везде говорит. Здесь не это самое, не написано. Они вот на меня. Они на тебя, мне кажется. Да. Поэтому... Ну, ты... Вот у них такой низ. Низ на резинке. Ну, то есть, это бессмысленно вообще. То есть, обрезших просто под свой рост и всё. И пусть остаётся необработанный край. Вот у меня здесь, видишь, они такие были уже. Ну, я какие-то обрезаю, какие-то такие были джинсы. Короче, просто кромсануть низ под свой рост и всё. Если ты не в офисе со строгим дресс-кодом, то вот это, знаешь... Да. Дранина. Ну, не то, что прям дранина, да. Какой-то необработанный край снизу. Ну, тебя никто вообще за это в тюрьму не посадит. Это точно. Ну, короче, я их выбирала под свои параметры. А в результате они... Мне они много больше. Ну, и цвет такая. Это пыльная роза. На камере не... Они бежевыми выглядят, но цвет такая пыльная роза, короче. У меня ещё одни похожие. Ну, не похожие, они больше такие аудорные. Так, значит, вот это Зара. Тонкая. Не помню, зачем я её покупала. Она мне понравилась, я её купила. Вот. Так, у нас здесь тоже... Она тонюсенькая. Случайные покупки. Да, случайные покупки, о которых потом жаляешь. Угу. Вот. Мой любимый свитер. Не шибко тёплый, но я его люблю. Удлинные рукава, сзади жопу закрывает. Широкий. Ну, тоже он не это... Не супер, короче. Не мечта. Угу. Зара. Да. Опять же, я бы заменила бы на что-то более стильное. На крупную вязку, да? Не обязательно крупную вязку. В общем, на что-то без вот этих вот разных фактур. И вот это выглядит, знаешь, как какой-то отделочный материал. Обшивают там стены, в общем, да. Что-то такое. Обшивка для дивана. Он у тебя катышками уже быстро пошёл. Ну, в общем, да, не самый презентабельный вид. Вот. Поэтому, опять же, я бы оставила это там прогуляться с ребёнком вечером в темноте. А пока зима. А пока зима. И замена точно ему нужна. Это горчица. Да, это горчица. Здесь он тоже прямой, вязанный. Тут вязка немного покрупнее. Чуть более, ну, поменьше здесь рис уже. Вот. Он не сильно длинный. На середину попа, наверное. Ну, такой бы. Да я помню его на тебе. Ну, нормально. С этим нормально. Там что, у тебя брюки? Да, там брюки. Они у меня аудорные. Они у меня вообще-то были другого цвета. Так. Они у меня были персиковые. Серьёзно, я их покрасила. А-а-а. Плюс дополнительно с серой краской. В результате они у меня получились вот такие. Сейчас. Но это, это аудорные штаны. Мне удобно, что здесь этот внутренний карман. На самом деле, это прям вот такой явный либо спорт, либо какой-то рабочий лук. Вот. Я в них свою машину красила. Ну, вот, да. Что-то такое. Мы будем с тобой сейчас говорить, как проходит твой день и для каких целей вообще тебе нужны вещи. Это у меня мои зарубские штаны. Они завышенные. Ну, это больше как легенусы. Да, да. Легенусы. Угу. Вот. Окей. Да, они прям прямые. Немножко подкороченные. Угу. Потом вот это. Угу. Тоже пыльная роза. Нет, это беш. Это не розовый. Это бешеный. Ну, тут прям есть чуть-чуть розоватого. Да, ну, смотри, розоватого. Посмотри. Нет, ну, это вообще персик. Так, ну, это не беш. Здесь вот это вот больше беш. Ну, вот, посмотри, вот это роза. Ну, понятно. Но я не говорю, что роза. Это бежевый, смешанный с капелькой прям чуть-чуть розового. Чуть-чуть. Он на камере более бежевый, чем в жизни. Песочный, я бы сказала, песочный большой. Так, ну, к этому, в общем-то, у меня никаких претензий нет. Самое-то обычное. Вот это, вот сейчас вот недавно взяла себе просто свитшот. Угу. Тоже полоска. Широкий, длинный. Да. Окей. Так, ну, это хлопок. Он на зиму не очень будет тёплый. Ну, как нижний слой, наверное. Да-да-да, как нижний слой. Подо что-то. Вот. Но у него, я так понимаю, хотя бы будет посадка не слишком такая плотная. Нет, она свободная. Ну, то есть у меня все, все, что у меня есть, это в основном все широкое. Угу. Оно не это, не в облипку. Угу. И топ взяла. Ого-го. Тут, да. Наконец-то, у меня теперь есть. Трендовое вот это вот. Да, диагональ. Спереди. Да. Вырез. Это уже такое, как нижний слой и заправлять. Угу. Окей, так, ну вот это прикольно. Моя любовь. Так, расскажи, что это. Прямо что инсайд. А-а-а. Господи боже, что мой. Она широкая, прямая, мужская. Ага. Крой, то, что доктор прописал. Так, у нас такая футболка здесь. Рамштайн. Встань спинкой ко мне. А ты широкая, наверное? Я бы ее тоже внизу бы чеканула бы вот настолько. Угу. Потому что если сверху ее носить, то она слишком длинная. К тому же она книзу заужается. Угу. Вот. Ну, то есть я просто вот здесь тогда просто пузырем будет. Если под заправку, то это тоже слишком длинная. Да, она длинная. Так что я бы ее насколько бы не будь обрезала, потому что тебе будет просто легче. И заправлять ее легче, и сверху носить легче. Угу. Вот. Но когда обрезаешь, если, да, просто так ножницами, то вот этот край обрезанный, он так будет потом чуть-чуть наверх это загибаться. Это тоже надо учитывать. Белая футболка, она широкая. Угу. Вот она не сильно длинная, но она классно и широкая. Так. Это вот больше такая майка. Ну, это тоже на лето, зимой такой, навряд ли уже куда-то. Ну, такое я ношу под разные свитера. Угу. Да, но это с короткими рукавами, тоже нижний, как нижний слой. С таким коротеньким горлышком. Угу. Окей. Ну, да, как нижний слой, в общем-то, нормально. Здесь интересный, да, уж такая вот. Рип. Да, выделка. Потому что у меня есть еще вот такие топы, тут рип, но они уже катышками пошли, не знаю, почистить их, не почистить. Но эти облегающие. Ну, да. Эти больше. Не, это только нижний слой. Угу. На спорт, в общем. Вот это и вот это. Это уже тоже давно покупала тогда, когда и вот тот кардиган с тонкой авиаской. Это вот, знаешь, вот с чем-то таким. Вот с этим я и даю. На какие-то ремонтно-строительные работы. Да. Как проходит твой день, неделя или месяц. Если у тебя день от дня примерно одинаковое расписание, тогда мы просто можем один день рассмотреть. У меня здесь, как обычно, моя любимая пицца диаграмма. И мы потом просто по процентам посчитаем, да, куда ты ходишь и куда, какая нужна одежда. Потому что для разных ситуаций, логично, нам нужна разная одежда. Так, я пишу. Как проходит твой день? У тебя день от дня одинаковый или по-разному? Да, у меня более-менее день сурка, если никаких особых. Если есть какие-то мероприятия, то это всё в основном на выходных происходит. Вот. В основном, что с утра, это получается, я отвожу ребёнка, да, и дальше у меня это домашняя работа. Ну, то есть я работаю из дома. Так, значит, везти ребёнка в сад. Угу. Дальше работа дома. Да, работа из дома. Тебе надо появляться на веб-камере? Да, конечно. Я, если это работа, которая основная, офисная, да, то, соответственно, это появляться на веб-камере. Вот. Либо же это все эти рилсы, истории, когда надо снимать. То есть для этого мне тоже нужно, чтобы был гардероб. То есть в основном весь мой, мне необходимо нормально появляться, когда я кому-то что-то рассказываю в своём аккаунте. Вот. Так, съёмки для контента. Да. Окей, дальше? Дальше, ну, дальше, понятно, ребёнка забираю, и это либо же прогулка на улице, там, либо же с друзьями, вот, либо же, если едем куда-то делать что-то, да, какие-то либо же съёмки, там, где я не принимаю участие, я больше как за кадром, как стилист работаю. вот, либо же, ну, да, в принципе, вот так вот прогулки, либо же какая-то работа именно по контенту. Так, дальше, выходные как обычно проходят? Ну, допустим, суббота, это уже такое по традиции, сначала вся домашняя работа, мама такси развозит всё, что мы хотим поехать в этот раз на рождественскую ярмарку, вот, там погулять. И, да, второй день, это, может быть, если это хорошая погода, мы можем поехать на велосипедах кататься, загрузить велосипеды, поехать в горы на велосипедах кататься. Либо же, если я уговорю Франа, то поехай куда-то в музей. Я всё никак не доберусь до Мюнхенской резиденции, до Закровищницы. Вот. Окей. И местами, это вот совсем самое такое типичное, а периодически это выезды на мастер-классы, вот. Выезды на мастер-классы, на ивенты, на показы. Что бывает там раз в месяц, раз в два месяца, раз в полгода, вот что такое. Значит, это ивенты. Да, ивенты. Ивенты, МК, где ты представляешь сама себя. Да, разные нетворкинг, встречи. Здесь у меня уже разбито, да, примерно по процентам моя пицца-диаграмма, мы можем тут что-то дорисовать, да, переделать, но понятное дело, что очень маленький будет сектор, то, что иногда, да, например, МК, встречи. Ивенты. Дальше. Выходные, понятное дело, что выходных у нас меньше, чем рабочих, да, дней на неделе. Здесь у нас спорт. На выходные у меня это обычно рабочий-крестьянский вопрос. Дальше. Дела по дому, какие-то выезды. Это у нас повторяется с неделей. И какой-то, например, музей я подпишу сюда. В ивенты, да. В ивенты, потому что, ну, просто я уже это понимаю, да, что это по одежде будет одно и то же практически перекликаться. Так, выход. Дальше. Теперь у нас, значит, ну, наверное, половина времени, это рабочее время из дома. Да, это рабочее время из дома. Я, конечно, хочу, моя большая цель это сократить. Это время просто, чтобы меньше сидеть дома, а больше работать с людьми где-то. Значит, работа онлайн из дома. Там, по идее, нужен комфортный низ и более-менее нормальный верх. Презентабельный верх, да. А когда создается контент, то нужно еще и низ. Контент это мы в другое сейчас запишем. Так, везти ребенка в сад и прогулка с ребенком я запишу пока сюда. Значит, у нас ребенок, это там площадка, прогулка, отвезти, там, добежать, поднять, успокоить, накормить. Ну, это важно быть, чтобы это было тепло и функционально. Вот, сейчас мы до этого дойдем. Дальше. Дела по работе, значит, то, что твой бренд. Съемки для контента. Потому что там мы сейчас будем обсуждать что? Вот, кстати, съемки для контента. Да, это обязательно. Там может что-то шокирующее быть. Потому что для меня, блин, мне вообще толком ничем нет. Так, дальше. Какие-то, смотри, у тебя вот то, что ты мотаешься, да, дела по работе для твоего бренда. Что-то там забрать, отвезти, куда-то там с кем-то встретиться. Но не фрайцайт, а именно какие-то вот такие обязательства. Я давай вот сюда запишу встречи в реале, да, это по рабочим вопросам. Да, да. Это либо же, ну да, либо же отдать заказы, либо же поприсутствовать на фотосъемке, да, там с моделями, либо же еще что-то. Так, одежда для дома именно вот специально для дома нужна, нет? У меня полно, там, у меня несколько штанов для дома, ну, они в основном такие спортивные и джоггеры, вот, и с этим вопросов нет. Окей, тогда я это просто сюда даже писать не буду, потому что иногда мы включаем вот в эту пиццу диаграмму, да, домашнее время, там одежда для дома, если нужна, иногда не включаем. Итак, я заполнила вот эту вот диаграмму. У нас получается 50% времени точно, да, это работа дома, онлайн. Да, там уже 6 часов. Я сейчас вот проговариваю каждый сектор, а ты мне говори, что ты хотела бы в плане одежды. То есть там, например, комфорт, либо выглядеть круто, либо выглядеть стильно, презентабельно. То есть твои цели по каждой из вот этих категорий, да, именно в плане гардероба и одежды. Значит, работа онлайн из дома. Что ты хотела бы там исправить и, да, как ты себя видишь? Так, в работе онлайн из дома я сюда включаю и бизнес, и мою основную работу, да. То есть, ну, здесь я, конечно, больше упираюсь в бизнес, потому что на основной работе там как бы всё равно в чём-то и одёт. Вот, лишь бы не голая. Вот, а для бизнеса, то это, соответственно, должно быть, ну, во-первых, актуально, да. Во-вторых, оно должно отражать характер бренда. Цель задачи – это чтобы у меня была база, которую, капсульная база, да, которую можно мешать. Просто ввиду того, что у меня украшения не акцентные, да, то есть мне не имеет смысла иметь какую-то акцентную одежду. То есть, если я хочу показать свои акцентные украшения, да, то есть мне нужна спокойная одежда, спокойная база. Но при этом, чтобы она отражала мой характер. Ну, смотри, у тебя сразу здесь не состыковка, потому что у тебя, насколько я помню, да, про твой бренд, у тебя архетип «Бунтарь». Да. Что ещё, какие у тебя, ну, вот, как ты можешь описать, да, свой бренд, прилагательные там какие-то слова, что описывает, да, характер бренда, тебя как создательницу и девчонку, да, которая потребительница, например, вот это, вот твоих изделий, контента. Как ты можешь описать? То есть это кто-то дерзкий, с бунтарским характером. В данном случае я бы это сказала не слишком, не слишком дерзкий. Окей, как ты тогда бунтарь видишь? Бунтарь, я бы сказала, это те девчонки, да, которые пытаются отойти от каких-то принятых понятий и ищут новые варианты выражения себя, да, выражения себя через украшения, выражения своих предпочтений, вот. Ну, то есть то, что уже не вписывается в какие-то устоявшиеся, устаревшие понятия. Ну, ты понимаешь, что это уже не база в общепринятом, да, понимании? То есть если ты себя и свой бренд транслируешь, да, то есть эти понятия, эти ключи, по сути, да, которые ты вшиваешь смыслом, они должны быть везде. Вот. Ну, опять же, я так считаю. То есть, возможно, какие-то элементы и в макияже, и в украшениях, и в одежде. Это не значит, что ты с ног до головы должна одеться там в леопардовое платье, да? Нет, акценты, да, мне акценты однозначно нужны, которые будут иметь именно отсылку к непосредственно характеру. То есть в моём случае, в данном случае я могу ходить в карго-штанах, да, то есть это моя основная, ну, короче, моя фишка, мои карго-штаны, но верх у меня будет простой, да, какой-то. Кто-то говорит, что карго – это трэш, а я говорю, идите в жопу. Мы доберёмся ещё до карго-штанов, мы доберёмся. Потому что это как бы моё. Окей. Значит, получается, для съёмок контента, как часто у тебя проходят съёмки, и, к примеру, сейчас у нас зима и весна, к примеру, на ближайшие там 3-4 месяца, может быть, полгода, да, мы делаем тебе вот отдельно, к примеру, комплекты или капсулы. Посмотрим сейчас для съёмок именно, да, то есть как часто у тебя проходят съёмки, как часто ты хочешь менять луки, и насколько разнообразно ты должна выглядеть там, ну, ближайшие 4 месяца, например. На самом деле мне, моя задача – это с минимальным количеством одежды иметь максимальное количество комбинаций. Вот так вот. То есть он такой минималистичный образ. Вот, ну, допустим, не знаю, чтобы у меня можно было 4, как минимум, 4 разных лука составить. Как минимум. Вот, то есть для этого не обязательно иметь 8. То есть 1 в месяц – это мало для разнообразного контента. Нет, я бы сказала, это не 1, это 4 на месяц. Это 4 на месяц. Учитывая то, что рилсы, в рилсах я лицом не всегда часто бываю, да, вот. Не знаю. А тебе же, учитывая, что ты показываешь украшения, как их носить, то есть тебе так или иначе всё равно нужны, получается, какие-то комплекты, да, чтобы люди видели. Потому что всегда нужно, чтобы это было наглядно. Вот, потому что если ты всё время выходишь в чёрной блузке и показываешь, да, например, свои серьги и кольца, то человек говорит, ну, как бы у меня чёрного ничего нет, так с чем я буду носить, да. То есть у тебя должно быть так или иначе вариативность, чтобы у кого-то там на что-то дощёлкнуло, да. Вот. Окей, значит, съёмки контента я поняла. Мне всё понятно. Характер там твоего бренда и истории – это я всё знаю. вот, это ещё, короче, я буду делать же тоже ресерч и мудборд под это, подо всё. Это мы с тобой обсудим, вот, потому что нам нужно будет вот эти вот выразить, да, характер и вот эти все архетипы, но это не база, то есть ты должна понимать. Мы можем пойти, мы можем смешать там базу, но там сто пудов другие стили, потому что бунтарь и кто правитель. Ну, это вообще не про базу. Ну, да. Я вижу смысл, вот смотри, у тебя… Ну, как ты это вообще видишь? Ну, давай, мы сейчас пройдёмся по всем секторам, и я тебе скажу, как я это вижу. Значит, работа из дома онлайн у тебя, значит, у тебя вверх должен быть более-менее презентабельный, низ просто комфортный, да. Значит, я, видишь, это разграничила, потому что это абсолютно разный гардероб. Вот работа онлайн, то, что ты сидишь за компьютером как программист, да, и то, что ты снимаешь контент для своего Инстаграма и продвигаешь свой бренд. Это вообще разные истории. Надо ещё учитывать то, что пока я работаю, ну, то есть, допустим, сейчас у меня идёт в основном моя работа по бизнесу, да, то есть, назад в работу программистом я возвращаюсь 1 февраля. То есть, ещё вот целые 2 месяца у меня будет время, да, чтобы только вот именно мой фейс. Ну, мы тебе и закупаться и будем в январе только, потому что сейчас, у нас сейчас декабрь, и у нас помешательство на блёстках-пайетках новогодних фигульках. У всех сносят же крышу вот эту там новогодние все вещи, вот, поэтому мы, скорее всего, закупаться в январе только будем, но вряд ли. Дальше. Встречи в реале по рабочим вопросам. Как, какие цели ты там преследуешь, как ты хочешь выглядеть, что там тебе нужно? Мне в основном это нужно, чтобы образ был относительно спокойный, да, потому что в данном случае я выступаю не как модель, да, не как модель, а тут я выступаю как предприниматель. И к тому предпринимателю, который создаёт украшения со своей идеей. Спокойный, располагающий к работе, при этом, чтобы, ну, можно было, наверное, вписать какой-то мутарский маленький. Ну, чтобы ты выглядел надёжно, доверительно, я бы сказала, да, чтобы с тобой хотели вести дела, но в то же время я бы добавила капельку туда креатива, да, потому что ты же дизайнер, это креативная всё-таки деятельность. Да, 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 именно так. Мы не смотрели, кстати, твою верхнюю одежду, что у тебя с верхней одеждой, потому что здесь у нас будет вопрос верхней одежды. Верхняя одежда трэша, ничего не могу на себе нормального найти. Окей. Так, дальше, ребёнок, вот всё, что у тебя с дочкой, да, детская площадка, отвезти, привезти, что там ты хочешь? Да, у меня вся моя аутдорная одежда в основном. Периодически я, конечно, хочу одеться так, чтобы оно было, в принципе, отражением меня, да, но так, чтобы я могла с ней пойти погулять фонтанно, потому что одевать пальто, а потом брать её на руки, чтобы она меня оббила ножками. Ну, понятно. Вот, оно такое себе. Так, значит, сейчас зима, тебе там надо, чтобы было тепло, комфортно, само собой. Да, да. Не могу найти бомбер нормальный, потому что пуховики, вот эти стёганые одеяла мне вообще не нравятся. Но ты так коротко рассматриваешь верхнюю одежду здесь или нет? Ну, короткую какую? Ну, вот так вот. Вот так вот? Да. Или чтобы попу прикрывало? Может, хотя бы просто чуть-чуть, чтобы попу прикрывало, потому что совсем короткая. Ну, вот я тоже думаю, на зиму-то это же вообще прям... Нет, совсем короткая. Так, значит, ребёнок, площадка. Что ещё? То есть в приоритете тепло, комфорт. Что-то ещё есть? Возможно, какие-то цвета. Я не знаю, ты здесь-то можешь вообще похулиганить всё, что угодно? Ну, ты знаешь, я просто раньше, при том, что как бы сейчас я понимаю лучше, да, как сочетаются цвета, но я всё равно иду больше в такие простые, базовые, там, чёрный, белый, серый. Да, там, окей, есть горчица. Ну, вообще, на самом деле, белый, само собой, понятно, он быстро пачкается, и любое светлое. Чёрный не лучший вариант, потому что на нём тоже видны следы, там, шерсть, если коты, это моя тема. Вот, поэтому самое идеальное, это серые коричневые оттенки, вот что-то вот около того. Да, оно вот, ну, всё такое, знаешь, тёмно-приглушённое, тоже там тёмно-синий, тёмно-изумруд, вот, оно всё, всё стерпит. Любое издевательство. Окей, дальше, то, что спортивные мероприятия, там у тебя есть какие-то пожелания? Там у меня всё упаковано. Всё упаковано? Там у меня, наверное, одежды больше, чем надо. Окей, дальше, значит, МК, встречи, ивенты, музеи, то есть какие-то такие выходы уже особенные, да, то, что нечасто. Да, такие особенные выходы, там уже нужно что-то, вот, что-то небазовое. Но я так понимаю, что там ты тоже хочешь выглядеть креативно, позиционировать себя как дизайнера и ключи твоего бренда. Категории, да, у нас, вот, я тут уже искалякала всё. Вот эти вот три сектора, то, что ты встречаешься по рабочим вопросам, съёмки контента и какие-то ивенты, музеи, встречи и где ты спикер, да, вот эти три категории. Мы можем замутить, по идее, их все в одну капсулу, и просто у тебя самая дичь будет вот здесь для съёмок, у тебя что-то будет с доверительными элементами там, да, когда ты с людьми встречаешься. И что-то вот сюда я бы добавила бы, знаешь, с элементами силы, мощи, когда ты выступаешь как спикер, да, ты, по идее... Да, чтобы оно усилило. Да, всё внимание к тебе, и то есть ты там одна, ты можешь быть там супер расфуфыренной, да, как звезда, плюс ты представляешь свой бренд, это вообще как бы обязывает. Вот. И то, что ребёнок площадка и спорт, да, по сути, ну и какие-то там вот это тоже может пересекаться, да, когда ты по рабочим вопросам едешь, ты можешь какие-то там элементарно удобные ботинки и удобный пуховик надеть, а здесь у тебя в портретной зоне то, что вызывает доверие, то есть это у нас тоже может пересекаться. Значит, что я предлагаю? Есть гардеробы капсульные, есть гардеробы комплектные, да, капсула – это когда у нас небольшое количество вещей, и все они по кругу друг с другом сочетаются, да, то есть неограниченно те дают количество комплектов. Капсула, как правило, делается на сезон, сейчас у нас зима, и, ну, что хорошо, да, немного места занимает, вот, но у тебя здесь по целям, по смыслам получается две капсулы нужно, разные, вот, разные абсолютно. Короче, учитывая моё доступное пространство, учитывая бюджет, то эти капсулы, они реально должны быть маленькими. Либо мы делаем комплектные, но нет, здесь у тебя смысла нет, потому что, знаешь, комплектные делают, это как я, мне капсулы не подходят абсолютно, вот, у меня то леопардовый костюм, там, то красный, то у меня драный свитер, вот, это вот, когда такая чума, тебе нужна каждый день, там разные стили, вот. Ну, в твоём случае капсула не работает, у тебя другая задача просто стоит. Вообще, да, без вариантов, вот, поэтому здесь, значит, у тебя две абсолютно разные по смыслу направленности, да, грубо говоря, для жизни, для комфорта, да, для того, чтобы, да, с ребёнком комфортное время проводить, либо какое-то свободное время, и для того, чтобы выступать спикером в камере, вот. Окей, всё понятно. О, мой чудесный тут стилистический чемоданчик, у меня есть сантиметр. Али, нет, это слово, сел? Так. Ты новый, что ли, купила специально? А, у меня в этой, я просеяла, хотела сказать другое слово, да ты поняла. Короче, потеряла один сантиметр, который с собой таскала, и поэтому, да, пришлось мне купить. Ну, мало ли, что там рукава, ты попробуй застегнуть её. Это называется мала, сейчас не надо так. Серьги, плюс вот шарфик, вот так вот, допустимо. Доброта душевная, вообще без границы, без характера, без всего. Принт, любая геометрия идёт спокойно с любой геометрией. Мне как-то сказали, типа, Таня, что ты всё время в чёрном, надо что-нибудь, какие-нибудь цвета внедрять. Мне реально классно в чёрном. Если классно, то тогда не надо. С convertиrem с этой цередией, Продолжение следует...